Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече, посвященной изучению Священного Писания в рамках субботней школы. Мы продолжаем изучать Евангелие от Марка, который открывает нам Иисуса Христа как воплощение Евангелия. Иисус, который меняет жизнь людей, Он приносит в эту жизнь надежду, мир и исцеление. Как мир реагирует на эти перемены? Как общество, близкие? Мы найдем ответы на эти вопросы вместе, обратившись ко второй и третьей главе Евангелия от Марка. И мы призываем быть не только слушателями, исследователями этой темы, но делиться с просмотрами, со своими друзьями, чтобы перемены пришли и в их жизнь. Помните, что всякий раз, когда нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда вы пишете комментарии, круг людей, которые знакомятся с библейскими истинами, расширяется. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, семья Кисаковых. Добро пожаловать в пастор Роман, доктор в области богословия и его супруга Татьяна. Спасибо. Мы понимаем свою ограниченность и нужду в Божьей мудрости, его водительстве, поэтому приглашаем вместе с нашими друзьями обратиться к Господу в молитве. Помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, мы весьма благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты ведешь нас по этой жизни. Мы благодарим Тебя за слово, которое Ты оставил нам, как Твой путеводитель к жизни вечной. И просим, чтобы Ты даровал нам Духа Святого для того, чтобы мы могли вникать в эти святые слова и истины, чтобы эти слова, подобно обоюдоострому мечу, проникали в наше сердце и давало нам жизнь, давало нам покой, давало нам мир и успокоение, надежду на то, что Ты вернешься второй раз для того, чтобы спасти каждого из нас. Прибудь с нами в течение этого часа размышления. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. 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 Изменение жизни людей, которое совершалось с силой Евангелия, непосредственно вовлечении Иисуса Христа. Но удивительно, что не все люди, современники Иисуса, положительно принимали эти перемены. И поэтому возникает вопрос, почему перемены вызывают противостояние? Иногда перемены в семье, перемены в обществе, и даже если это положительные перемены, люди этим переменам противятся. Что заставляет их противостоять? Люди живут обычно в своем ритме и в определенных условиях. У них есть мировое зрение соответствующее. Так называемая зона комфорта, можно сказать. И когда появляется новая идеология или новые какие-то обстоятельства жизни, то это вызывает дискомфорт внутренний, во-первых. Во-вторых, это не всегда соответствует их убеждению, пониманию, их мировоззрению. Возникает еще один конфликт. Иногда эти изменения провоцируют к новому стилю жизни, допустим, или к другому поведению. Это тоже вызывает определенные сложности. И поэтому изменения воспринимаются поколением нескольких десятилетий, порой бывает, пока общество придет к новому стилю жизни. Потом оно не представляет без него уже свою жизнь. Но изменения иногда вызывают очень серьезные волнения в обществе. Любые изменения — это правило реформы. А реформы, с ними можно согласиться или с ними можно не согласиться. Когда человек с ними не соглашается, это вызывает дискомфорт, о котором говорил Роман. Но чтобы с ними согласиться, необходимо своего рода смирение. Где-то победить свое «я», где-то забыть о своих каких-то приоритетах и о своих желаниях. А это всегда очень сложно. И еще изменения говорят иногда о нашей ограничности. Потому что иногда мы, находясь в каком-то своем, скажем так, в вакууме, нам кажется, что вот так правильно. Я вот помню себя, когда я был подростком, я был очень большим противником изменений. И таким вот традиционалистом, очень жестким, я был готов пойти на любой конфликт, чтобы выстоять... Юношеский и максимализм. Максимализм. И юношеский, и не только. Уже потом повзрослее был. Но чуть позже, когда я посмотрел, как люди живут в других странах, я понял, что это достаточно такое опасное состояние. То есть когда ты в этом субъективизме своем считаешь, что ты самый правильный, что ты самый, скажем так, не то, что консервативный, а самый угодный даже Богу, что ли. То есть гордому человеку тяжело быть готовым к переменам, потому что он считает, что он на правильном пути, и он переменных не нуждается. А потом, когда я увидел, что люди живут по-другому, и что это возможно, я стал понимать, что нет, я могу ошибаться. То есть иногда мы не хотим изменений потому, что они плохие, или потому что мы считаем, что мы такие вот все прямо правильные, и весь мир должен подчиниться нам. Ну, ответ на этот вопрос поможет нам понять, почему и как реагировали на перемены, которые привносила жизнь и деятельность Иисуса в жизнь других. Но в связи с этим еще такой вопрос. Нам легче принять перемены в своей жизни. Как мы реагируем на перемены в жизни других? Например, когда у другого что-то происходит хорошее, человек обретает счастье, карьерный рост, материальные блага, вот эти перемены в жизни другого, человека радуют или огорчают? И наоборот. Это зависит от наших установок. Если мы научились радоваться счастью людей, то мы будем радоваться. Что мешает человеку радоваться счастью другого? Потому что Евангелие делает людей счастливыми. Но при этом мы видим, что другие, наблюдая это счастье, почему-то несчастные. Зависть. Нарушение 10 заповедей «Не желай». Я думаю, что это отсутствие вот этой вот способности быть независимым. Кстати, Бог дает нам такую эмоциональную независимость, духовную независимость. Это независимость от гордости, это независимость вот именно в эмоциях, в суждениях. Она дает нам возможность радоваться за счет, и о себе, и о других людях, помогать им вести людей и даже получать большее счастье от того, что они счастливы. Спасибо. А несчастье от их несчастья. Нашему вниманию сегодня представлено пять историй, записанные во второй и третьей главе Евангелия от Марка. Первая из них – это история о том, как четверо друзей принесли к Иисусу расслабленного, при этом преодолевая всевозможные затруднения, сложности, разбирали крышу. Библия говорит о том, что Иисус совершает чудо. Он исцеляет этого расслабленного, и одна группа людей, которые находились в том доме, где проповедовал Иисуса, они изумляются и прославляют Бога, говоря, ничего такого мы не видели. Другая группа людей, книжники и фарисеи, они возмущаются, но делают это так, по-тихому, в мыслях, вот это возмущение их не кипит, но при этом это не остается без внимания Иисуса, который мысли людей читает. Почему, что стало причиной возмущения вот этих книжников, которые стали свидетельными исцеления человека, который страдал, будучи парализованным? Хочу отметить вначале две особенности, что Евангелие от Марка – это короткое очень Евангелие, но в Евангелии от Марка столько событий есть, что почти все события, которые есть в других Евангелиях, то есть оно очень насыщено по событиям, даже сегодня мы пять историй видим в этих главах, то есть история за историей. И Иоанн пытался показать, как Бог действует, что Бог совершает, поскольку он писал для не иудеев, он хотел, чтобы люди увидели, что делает Христос, он действует, это изменяет жизни людей. И еще одна особенность есть, вот даже в этой истории, третье встречается слово «тот час», «тот час он встал», «тот час Иисус узнал духом своим их», «тот час собрались многие». У Марка количество слов «тот час» и «немедленно» появляется больше, чем во всех остальных Евангелиях. Исследователь говорит около 50 раз. Да, то есть скорость, все развивается быстро, и он показывает не только быстрые действия людей и их поиск Христа, но действия Христа, Христос немедленно вмешивается в их жизнь. Это вызывает очень серьезное противостояние у людей. И в частности, вот в этой истории, когда они проявили эту веру и когда они принесли друга своего, а это было, мы знаем, что желанием и друга своего, и когда он говорит, что «опрощаются тебе грехи твои», это вызывает очень серьезный вопрос, а кто дал ему право, почему он это делает, как он это делает. Они обвиняют его в богохульстве. Да, они обвиняют его в богохульстве. И здесь есть две проблемы. Вот, допустим, Христос говорит, «Прощаются тебе грехи твои». Я вам скажу, «Прощаются тебе грехи твои». Как узнать, они простились или не простились? Ну, никак не узнаешь. Никак не узнаешь. Христос говорит, «Прощаются тебе грехи твои». Как узнать, простились они или не простились? У Марка здесь есть, он хочет показать, что они простились. Потому что, смотрите, что происходит. Для того, чтобы сделать чудо, нужна сила. А для того, чтобы прощать, нужна власть. А как показать, что у него есть власть? Марк показывает через силу, что сделать такое никто не мог сделать. Он имеет необыкновенную силу. И эта необыкновенная сила, она объясняется той властью, что Бог дал ему. И поэтому он соединяет власть и силу и показывает, что на самом деле простились грехи, потому что он на самом деле встал и пошел. Тотчас встал и пошел. Все у него для того, чтобы показать, как Господь действует в жизни людей. Ну а что касается богохульства, то у Марка всегда все переворачивается наоборот. Вопрос такой. Если у него есть сила и власть делать это, так вопрос, кто богохульствует? Он богохульствует или они богохульствуют? Потому что он показывает, вы обвиняете, что он богохульствует, но у него есть сила и власть. А если у него есть сила и власть, и если он Сын Божий, а вы говорите, что он не таков, тогда кто богохульствует? Тогда вы богохульствуете. То есть он тоже показывает вот этот элемент. Интересно, что привнесло больше радости в жизнь парализованного? Слова «прощайся грехи» или «встань и идти»? Если мы посмотрим на контекст того времени, мы должны понимать, что в понимании евреев, иудеев было, что человек болеет, значит, наём есть какое-то божественное вмешательство в виде какого-нибудь проклятия. И даже есть такое мнение, что и книжники, и фарисеи, они сторонились таких людей, считая, что над ним вот это проклятие Божие. И я думаю, что сам этот расслабленный понимал точно так же, и понимает, что его состояние физическое, оно непосредственно связано с его состоянием духовным. И я думаю, что он не раз обращался к этим же книжникам и фарисеям для того, чтобы найти причину, может быть, каким образом вернуть ему вот это начальное состояние, когда он не болел. И поэтому, понимая, что корень всех зол, вот именно непосредственно его духовное состояние, а то бишь грехи его, я думаю, что для него было важно получить вот это прощение грехов. И поэтому Христос, когда проявляет эту свою силу, он сначала говорит, прощается тебе грехи твои, а потом говорит, возьми постель свою и иди. И таким образом книжники и фарисеи обвиняли Христа не потому, что он говорит, что он Бог, и он имеет силу прощать грехи, а потому что он действует как Бог. То есть он проявляет свою творческую силу вот в этой истории. И мы видим, что Евангелие это не только касается духовной части, но и физически. То есть Бог меняет жизнь целостно, и физически, и духовно. И вот здесь следующий аспект жизни человека, когда человек имеет проблемы социального плана. Следующая история говорит о человеке, которого ненавидело общество. Проходя, он увидел Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежались с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, они следовали за ним. И вот книжники и фарисеи, увидев, что он есть с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Мы видим, что в первой истории он дает прощение, восстанавливает физически, а тут мы видим человека, который был в роду своего занятия и репутации изгоем. Его ненавидели общество. А Иисус, вступая с ним в социальные отношения, вместе с ним ест, с ними пьет. Что стало поводом от такого недовольства? Почему они так отреагировали на то, что Иисус посещает дом Левия, дом грешника? Да, нужно сказать, что Левий, для нас сейчас сборщик налогов, ну да, это обычная профессия, можно даже так сказать, уважаемая профессия. Этих людей боятся, но ни в коем случае не придирает. Помогает наполнить бюджет страны, измените экономическое. Благодаря активности сборщики налогов пенсионеры получают пенсию, бюджетники зарплату. В принципе, ничего плохого. Но нужно понимать, что мытарит, это были в первую очередь римские чиновники. А Рим тогда был во власти, иудея была во власти Рима. И таким образом получается, что как будто мытари, они предавали свою нацию, будучи наемными работниками в Римской империи. И таким образом их презирало общество, потому что кроме этого они пользовались своим положением и обогащались за счет своих же граждан. Но не это стало причиной возмущения книжников и фарисеев, что Иисус Христос пьет с ними и ест. Вот истории, описанные в Марка, одна история вытекает из другой. И вот ответ на этот вопрос мы можем найти в предыдущей главе, когда есть такое мнение, что мытари, они не просто были изгоями по причине их деятельности, а считалось, что они были нечистые. И тут в предыдущей истории Христос заявляет, что он Бог, и он имеет право пречать грехи, а тут он общается с нечистыми, то есть по сути себя скверняет. Как Бог может себя сквернять? И вот в сознании фарисеев и они воспользовались предыдущей ситуацией, они говорят, как он о себе такое говорит, и тут он себе позволяет есть мытарями и гречниками, таким образом делая себя нечистым. То есть поэтому это вот их возмущало. Какой урок и пример для нас отношение Иисуса к изгоям общества, чему может научить нас? Как мы призваны, по примеру Иисуса, относиться к людям, которые сегодня, может быть, сегодня не считают нечистыми, неприкасаемыми мытарей, но, может быть, другие категории людей, с которыми не хотелось бы нам общаться и позиционировать, что мы вместе едим и пьем. Ну, наверное, сегодня немножко сглаживаются вот эти все элементы, но здесь момент такой, я хотел отметить, что они же считали на самом деле мытарей нечистыми, потому что за что вообще не любили их? Не за то, что они собирают деньги. Это был долг их. Если бы они собирали бы эти деньги, честно, то все, ну как, неприязнь она всегда есть. Они еще пользовались своим положением, чтобы не только собирать деньги в римскую казну, но они крохоборы и себе оставляли. Но вы понимаете, кого же они обманывали? Думаете, они обманывали богатых людей, которые умеют читать, имеют образование? Они же обманывали бедных. Всегда бедные страдают. Всегда можно придумать закон, который они не поверят. Конечно, они собирали бедных. И простолюдины понимали, что их обманывали. Чуть позже человек догадывается, что его обманули. И это их возмущало. Но смотрите, что происходит. Что мы можем возмущаться, но что Христос о них сказал чуть раньше? Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что поедаете дамы вдов. Вы поедаете дамы вдов. А это что такое? Не то же самое, что делали мудари. Поедали вдов. Это то же самое делали. То есть фактически они одинаковые. Вот эти вот все возмущения, они строятся, скажем так, согласно обидению Христа, ни на чем. Потому что и те, и эти виноваты в одном и том же. Одинаково. Но эти обвиняют то. Но нужно сказать, что борьба же не шла против мытаря, чтобы он не спасся просто. Он же был причиной. И Марк показывает, что противостояние-то происходит со Христом. И учение Христа не принимается. И поэтому после этой истории мы находим с вами три метафоры. Иисус первый говорит, что не здоровые имеют нужду во враче, а больные. И Он говорит о том, что Он пришел их спасать. Но дальше Он говорит о следующих моментах, что никто в ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая, одерется от старого, и дыра будет еще хуже. То есть потом Он говорит, что никто не вливает вина молодого в вехи ветхие, потому что оно порвет те вехи, и вино вытечет. То есть смотрите, что происходит. Учение Христа, чистое, здравое, сбалансированное, основанное на Слове Божьем, приставляется к этим традициям, человеческим учениям. Какой результат? Мы думаем, что учение Христа должно обновить, как бы, а тут мехи ломаются, одежда еще больше рвутся, дыра еще больше стала. Так, что же должно быть в этом сердце, и какими должны быть мы, чтобы, встретившись с учением Христа, оказаться не обновленными и очищенными, а разрушенными и поврежденными. То есть евангелист Марк показывает, что мы, как люди, можем быть настолько приверженными своим взглядом, личным и традициям, что учение Христа не приносит нам никакой пользы. В подтверждение ваших слов на следующее противостояние традиций и действий Иисуса Христа связано с соблюдением иудейской традиции, соблюдение субботы. В субботу были запрещены 39 видов работ. Дальше мы видим, что ученики Иисуса делают то, что попадает в этот запрет. Это 2 глава Евангелия от Марка, 23-24 стих. «Случилось ему в субботу проходить засеянными полями, ученики его дорогою начали срывать колоссия. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Как Иисус ответил на это обвинение в нарушении субботы? Он сказал, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. И здесь он вспомнил еще историю Ветхого Завета, хорошо известную фарисеям. И он вспомнил историю Давида, когда тот пришел и взял хлебы предложения, тогда, когда взалкал, и почему ему можно было это делать, а сейчас ученикам Христа нельзя срывать колоссия. Он приравнял эти истории, еще раз показывает, что первично служение людям и служение Богу. Суббота дана для того, чтобы человек наслаждался субботой. Суббота не должна стать сплошным запретом. Суббота должна стать отрадою. Суббота должна приносить свободу. А почему они срывали колоссия? Они взалкали. Они были голодные. Были голодные. Для того, чтобы суббота была для них отрадуя, они должны были утолить этот голод. А поскольку они совершали служение, и они были постоянно в дороге, у них не было возможности приготовить, то есть иду себе заранее. По сути, они выполняли своего рода, скажем так, львицкое служение. И поэтому вполне естественно, что они срывали колоссия и поели. Не считалось работой в этом контексте. И по ходу перекусывали. То, что они даже не остановились, они не делали. Это не была жатва. Или молодьба. Не было молодьба. Ихними жерновами было их 32 зуба. И их жатва было несколько тех колоссий, которые не сорвали. Но это вызвало такое непонимание противостояния. И вот дальше, следующая история. Если можно хотел бы здесь сказать. Мне очень нравится, как Христос поступает. Он уже знал про эти запреты. Да. А еще интересно, что из этих 39, они шли по блокам. Там 12, первые 12. Касалось как раз вот этого вот момента сеяния, взращивания. Как раз вот самое начало. То есть не там какой-то закон, затерявшийся где-то в конце. А вот самое начало. И вот с этого начинается, начинается как бы вопрос. Считалось, что если ты плюнешь на траву, то она будет расти. Значит, ты поливаешь ее, и ты тоже работаешь с водой. Ну, там были такие абсурдные вещи. И я хочу сказать, что в моем детстве тоже такие абсурдные вещи были. Нам нельзя было рвать с дерева. Я знаю, что некоторые подходили и ели черешню так, чтобы не сорвать ее. Так, только косточки висели там. Но черешню можно. Кого все было сложно это сделать. И поэтому мы далеко не ушли от той истории. Но Христос вот в этом показывает нечто очень важное. На что он ставит акцент? Он ставит акцент, что на действиях, которые все-таки сближают человека с Богом. Он ставит акцент на вещах, которые приносят человеку счастье и благополучие. И когда он позволяет эти вещи делать, он не исключает духовных элементов. Мы не должны прийти к тому, что сейчас можно делать все, что угодно, в субботу. В этих действиях, которые допускает Христос, не исключено служение человека Богу. Это были всего лишь какие-то элементы, которые помогли достигнуть главной цели. В то время, когда фарисеи видели в этом главное и не видели Бога. То есть Иисус показывает, что человек для субботы, а не суббота для человека. То есть создан вот это усыновление Богом, субботы должно помочь человеку быть счастливым, свободным, иметь отношение с Богом, возрастать. Но опять же, каждая история заканчивается тем, что Христос является Сыном Божьим, Господином, истинным Богом. И эта история тоже завершается тем, что Христос есть Господин, Он Создатель. Это очень важный элемент. Мы должны торопиться, как и Марк. И третья глава тоже посвящена субботе. Пришел опять синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. Наблюдали за ним. Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшую иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродьянами совещание против него, как бы погубить его. Согласно и словам, и действиям Иисуса Христа, чему должна быть посвящена субботу? Мы уже говорили о том, что суббота приносит свободу. И Христос в одном из лозунгов его пришественных на землю. Да, я пришел для того, чтобы принести пленным освобождение. По сути, то, для чего должна стать суббота. И Христос не мог просто отнестись равнодушно к этому человеку, который был сокшая рука, который был закован в рабстве вот этой вот болезни, не дать ему порадоваться в субботе. И поэтому суббота должна была принести свободу ему на человеку, свободу от болезни, свободу от греха. И поэтому Христос, Он исполнил даже не просто свой долг, а свое предназначение. Он проявил свою творческую силу. А суббота, как мы знаем, она является венцом творения. Удивительно, в этой истории фарисеи обвиняют Иисуса в том, что Он нарушает, исцеляя. Но при этом в субботу они делают совещание о том, как убить Христа. Значит, исцеление — это нарушение, а вот как убить Иисуса — это в порядках вещей. Так вот, можно сказать, что лучше иметь иссохшую руку, чем иссохший разум или сердце. Потому что вот здесь вот есть четкая демонстрация, физический недуг можно исцелить, а вот что делать с духовным? И мы видим с вами, Иисус говорит, что ожесточение сердец. Он увидел и возрев на них с гневом. Иисус испытывает этот гнев. Это тот вот библейский гнев, который не приносит вред человеку, но выражает это Божие негодование против самого греха, но не как личности. Вот Христос опять видит торжество этого греха, потому что смотрите, что происходит. Когда мы не понимаем учения Христа и когда мы не понимаем Христа целым, то мы как будто бы храним традиции, мы как будто бы религиозные, но по сути мы идем к деградации. Если в предыдущей истории они не хотели с Христом говорить и написано, говорили ученикам, как это он есть, пьет с мудрыми грешниками. То есть они пошли с той стороны. Они пошли возмущать учеников. Там они хотели ситуацию испортить, чтобы они усомнились в Иисусе. А тут они уже пришли, и написано, что они, видят, что ученики не согласились с этим. Они понимают, что Иисус, Сын Человеческий, это Господин, это Творец. Тогда они пошли уже к херодианам, к своим врагам даже пошли, чтобы с ними соединиться, и тоже, чтобы Христа погубить. И вот Христос показывает здесь, что Он пришел, этого человека выводит на середину. Почему Он выводит человека на середину? Чтобы все увидели. Чтобы все увидели. Что Он будет делать. Что Он будет делать. И Христос всегда выводит человека на середину. Он выводит человека на видное место, и хочет показать всем, что Он пришел исцелить, что Он пришел восстановить и физически, и духовно. И по сути Он показывает, что Его учение, оно созидает образ Божий в человеке. И нам иногда нужно быть очень смелыми, чтобы оставить все наши предубеждения, оставить все наши стереотипы и позволить Богу, чтобы Он сделал с нами то же самое. Согласно традициям иудейским и книжников, если овечка попадает в яму в субботу, как поступает благоверный еврей, видя, что животное находится в этой беде в субботу? Позволялось спасать его. То есть жизнь животного, которая обесцвечивает его материальное благополучие, ценилась выше, чем человеческая. Может быть, это и было причиной гнева Иисуса, когда он видел это лицемерие о том, что человек за фасадом заботы о законе Божьем, он использует эти принципы только тогда, когда это касается его блага. Но когда касается блага для другого, тогда этот закон уже принимает другую форму. Следующее обвинение в адрес Иисуса Христа и следующее противостояние, и очень серьезное. Третья глава, 22 стих. «Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Что это за обвинение такое и почему его обвинили в этом? И как Иисус ответил на это? Почему Христа обвиняют в том, что он изгоняет бесов силою бесовского князя? Оспорить дела Иисуса не было возможно. Все видели его сверхъестественную силу. Невозможно было оспорить, что он исцелил иссохшую руку. Невозможно было оспорить, что тот, кто был слеп, он тут прозрел. Невозможно было оспорить того расслабленного, который десятки лет лежал в расслабленном состоянии, а тут взял свой постель и пошел. То есть это видели все. И сказать об этом, что нет, он что-то там сделал неправильно, или вы не так подумали, или это была какая-то инсценировка, нет, невозможно было это оспорить. Но поскольку книжники и фарисеи не могли присвоить Христу божественную его функцию, его силу, то если он не делает это силой божественной, то какой силой он это делает? У них других вариантов нет. Это единственное объяснение его действиям Христа. Они нашли, что делает это другой сверхъестественной силой, а другая сверхъестественная сила — это сила сатаны, то есть сила Вильзиула. И таким образом они пытались оправдать или оправдаться самим, или оправдать свое отношение к Иисусу вот этой фразой, что он изгоняет бесов силою Вильзиула. А Христос сказал, а как может сатана изгонять сатану? То есть, по сути, их оправдание, оно было абсурдным. Ну, не может сатана сам себя изгонять. Ну, а как это — обвинять Иисуса в том, что он бесовской силой действует? Что это, по словам Иисуса, есть? Вы замечаете, что Христос дальше будет связывать это обвинение с хулой против Духа Святого. Что есть хула на Духа Святого? Да, в этом случае Иисус в контексте этого обвинения говорит о том, что если Дух Святой совершает определенные действия для блага человека, для спасения его, а человек говорит, что это действие дьявола по своей сути, то написано, что это и есть, то есть это означает хулить Духа Святого. И таким людям не будет прощения вовек, но подлежат они вечному осуждению. То есть это одна из мыслей в контексте этой главы Евангелия от Марка. Видеть действия Христа в контексте вот сейчас этих историй, как Дух действует святой через Него, и присваивать эти действия бесовским силам — это означало хулить Духа Святого. То есть человек, который отвергает Евангелие, отвергает Христа, не верит, он осуждается Богом, и в этом есть то, что не может Господь просить, когда человек противится, отвергает эту милость и попытки Бога изменить его жизнь. Евангелие от Матфея очень ясно именно эту мысль отмечает, потому что когда человек отмечает, когда человек отвергает голос Божий и желание Бога спасти его, и это решение является его финальным, то это означает произнести хулу на Духа Святого. Далее Дух Божий не может ничего изменить в жизни человека. Спасибо. Итак, мы видим в различных историях противостояние общества, видных людей, ученых людей, профессоров, влиятельных, и в конечном итоге родные и близкие, которые должны понять, которые должны поддержать своего близкого Иисуса Христа, ближние его, 21 стих, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Другими словами, что вышел из себя, это что значит? С ума сошел. С ума сошел. Что заставило родных Иисуса посчитать, что он вышел из себя, и как Иисус отвечает на желание семьи вызвать его? То есть Иисус совершает служение, меняет жизнь людей, исцеляет, спасает, помогает, а родственники приходят и говорят, слушай, давай идем домой, что-то с тобой не так. Почему не так реагируют? И как на это отвечает Иисус? Братья Иисуса и его родственники, они не до конца понимали роль Иисуса на этой земле. Они, собственно, не понимали, что Иисус делает. Они не понимали, почему за ним ходят толпы. Они не понимали, почему он, с одной стороны, кормит тысячи людей, а сам не имеет времени, чтобы сам поесть. Они не могли понять, почему у него постоянно какие-то столкновения с книжниками-фарисеями. А вот эти столкновения, они же так или иначе, тень падала и на дом его родной, и говорили, а вот это их брат, да, вот он так поступает. И они нашли единственное оправдание всему тому, что происходит. Они так сказали, он вышел из себя, и вот пытаясь его как-то, скажем так, образумить или привести его в чувство, да, вот они пошли для того, чтобы взобрать его и, может быть, поговорить с ним или помочь ему как-нибудь в этой ситуации, да. Они подхватывали любую ситуацию, любое обстоятельство и любого человека, чтобы использовать против Иисуса. Они это пытались с учениками сделать, они пытались с иродиадами сделать, но они пошли еще дальше, они приблизились вплотную к Иисусу. Они услышали, что и родственники не понимают Его. И они сейчас вот сразу, как только услышали, что они такие слова сказали, стали обвинять Его, что Он бесовской силой делает. И как бы даже близкие, смотрите, даже близкие Его не понимают. Даже они об этом говорят. А если Он вышел из себя, а все остальные, кто вышел из себя, кто в них зашел? Если Он вышел из себя, то там появилось место, значит, зашел туда. Бес. Бес зашел. Так, смотрите, родные сказали, что Он вышел из себя, так вот в Него зашел бес. Так вот кто делает все это. Понимаете? Изучая эти истории, какой духовный урок мы можем извлечь? Почему попытки изменить жизнь, исцелить человека, прости человека, привнести в эту жизнь счастье, радость, спасение? Почему деяние Иисуса, которое есть воплощенное Евангелие, и желание Его делать добро, почему это вызывает такое противостояние в этом мире, в который Он пришел, чтобы спасти? И какой это может быть пример практически для нас и урок, как мы должны поступать? Христос встретил противостояние. Он понимал, что Он не идет в мир, где Его все примут. Даже тогда, когда Он пришел к своим, Он сказал, пришел к своим, и свои меня не приняли. В нашей жизни очень часто такое происходит, когда нас не понимают. Особенно вот если мы были, когда-то жили в светской семье, и для нас открыло Слово Божие, и мы обрели Иисуса Христа, это ясно, что наша жизнь должна сейчас в корне поменяться. Мы знаем много таких историй, когда обращенные люди говорили, нас не могут понять родственники, они не могут понять, что с нами произошло, до вас там что-то с вами сделали такое. То есть действие Духа Святого и влияние Бога в жизни человека, оно всегда вызывает очень много вопросов. Почему? Потому что оно в том обществе, где мы живем, они являются неестественными. Потому что, интересно, когда Христос задал вопрос про субботу, а что можно делать, добро или зло в субботу? По сути, мы-то понимаем, что зло не просто в субботу нельзя делать, его вообще нельзя сделать. Но ставя такой вопрос, добро или зло, он как бы подразумевает, что в мире есть добро и есть зло, и вот этого зла, его больше, чем добра. И когда вот это вот чуть-чуть добра, оно попадает в эту атмосферу, где очень много зла, возникают вопросы, а как вы вообще здесь оказались, или что с вами произошло, и как выжить вот в этих условиях? Евангелист Марк показывает, он показывает торжество Божьей благодати в жизни каждого человека. Он касается разных слоев населения, он касается самых разных, здоровых и больных, и он несет ими Евангелие. Это один из сигналов, что Бог изменяет твою жизнь, Он что-то хочет делать. И нужно сказать, что в каждой из этих историй кто побеждает? Христос побеждает. Потому что Он Сын человеческий, потому что Он Господь, потому что Он это делает с особой целью. И завершается пятая история тем, что Он говорит, кто мои матери, кто мои братья. А Он говорит, что вот обозрев всех здесь сидящих, сказал, вот мои матери. И дальше, кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, и семья, и матерь. И по сути своей, Иисус сказал, что великая борьба будет происходить между добром и злом в сердце каждого человека. И отныне, вот эта семья моя, они не понимали, чуть позже, и они поняли, что произошло. Но Иисус говорит, что отныне, вот в этом противостоянии, как вы увидите, что я пришел на эту землю, и буду распят, и я воскресну, отныне я собираю новую семью. Я собираю всех тех, кто желает откликнуться и в этом противостоянии победить. И у вас это получится, потому что я даю силу вам, и я буду с вами до скончания века. И каждый побежденный причисляется в Божью семью. И в конце он даст обещание, что я приду и возьму эту семью с земли. Поэтому у нас есть великое преимущество в этом большом противостоянии стать на сторону Божью, оставить традиции, оставить свое мировоззрение, оставить свое понимание, предрассудки, и искать Бога, и спросить Господи, а ты чему учишь, а ты что желаешь мне сегодня сказать. И вот в этом Божьем ответе сказать, Господи, я буду идти исследовать Твоей воле, даже если все будут против меня, и даже если мои родные, потому что я хочу быть частью этой новой семьи, которую ты собираешь для вечности. Спасибо. Дорогие друзья, пример Иисуса Христа это вдохновляющий пример для каждого человека, который желает следовать по воле Господа. Иисус, несмотря на противостояние людей, Он остался верный своему замыслу спасти и изменить жизнь человека. Несмотря на противодействие, противостояние, если вы желаете изменить свою жизнь, делайте это. Если вы желаете принести добро, изменить жизнь окружающей, делайте это. Помните о том, что тот, кто избирает Господа своим ориентиром и своим Господом, Бог дарует тому силу побеждать, идти до конца. Господь да благословит в этом каждого. Помолимся. Вечный Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты оставил небо и сошел на эту землю для того, чтобы найти каждого человека и прикоснуться к нему, исцелить его, восстановить его и дать ему этот шанс следовать за Тобою. Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас, когда мы такое решение принимаем и мы видим, Господи, что чем больше желания наше сделать добро, тем сильнее противостояние мы можем встретить зло. Чем чище наше намерение и наше желание созидать Твое дело, тем будет сильнее противостояние этим планам. Но дай нам силы, дай нам, Господи, крепости и самое главное, дай нам желание постигать Твою волю, понимать Твое учение и принимать его таким, каким Ты его излагаешь в Священном Писании. Благослови каждого из нас, чтобы мы стали этой новой семьей, которую Ты созидаешь для жизни вечной, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, благодарны за то, что Вы были внимательными участниками этого исследования и искренне желаем особых благословений Вам и Вашим родным. Всего доброго, до встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова